По самому бункеру, я как понимаю, его еще в советские времена строили? Да, его построил после войны Жуков, для того, чтобы защититься от своих врагов. Ну, а мы сегодня защищаемся от своих врагов, воспользовавшись его строением. Оружием-то не успели еще отвезти? Оружие не понадобится. Стрелять будет не в кого, потому что все злодеи должны погибнуть по замыслу творцов. А хорошие люди останутся? Те, которые, будем так говорить, сделали свой выбор в сторону вечных ценностей, да. Они останутся. Вы куда-то бы отправились, если бы действительно, мы с вами все равно берем несколько ироническую беседу, если бы действительно мы знали, что 21 декабря будет стопроцентный апокалипсис, вы бы куда-то отправились? Нет, я бы никуда не отправился, потому что я все-таки себя причисляю к тем людям, которые являются светлыми, и которые, как бы, никому не причинили зла, будем так говорить. Поэтому я верю в то, что эти люди будут жить. Апокалипсис должен наступить 21 декабря. А как бы вы провели 20 декабря? Ну, у меня план до 21 декабря закончить все свои основные дела. Сегодня я заканчиваю партитуру оперы Квистландии, и сегодня я заканчиваю клавир нового сценического произведения, которое называется «Русский бурлеск» по мотивам пьесы Николая Каляды «Баба Шанель». Называется он «Чирик-Кирдык-Ку-Ку». «Чирик-Кирдык-Ку-Ку» — это как раз и есть второе название апокалипсиса. Я, так сказать, надеюсь, что с появлением этого спектакля многие заменят слово «апокалипс» на «Чирик-Кирдык-Ку-Ку». Какие-то вещи бы с собой взяли основные? Конечно. Ну, во-первых, мы подготовили и тряпки какие-то, которые будут необходимы для того, чтобы выжать в это трудное время. Ну, и, во-вторых, я вот уже повторюсь, мы заготовили и продукты. Это, кстати, у нас есть целый склад продуктов, консервов, которые нам помогут в течение полугода выждать. Ну, пока все устанавливается. Вы сейчас или серьезно? Нет, у нас серьезно. Серьезно, мы можем сейчас сходить и посмотреть на этот склад, да. Абсолютно никаких шуток. Это серьезная подготовка, причем, действительно, предсказания многих астрологов тоже соответствуют этому. Потому что как на самом деле развернется этот парад планет, не знает никто. Мы можем иронизировать сколько угодно над этим, но последствий никто сейчас не может даже предположить. Продолжение следует...